Ребят, еще раз всем огромный привет! Решила записать второй обзор сразу же на завтрашний день. Посмотрела трансляцию у Самвела на канале. Поднималось несколько тем. Первонаперво он нам поведал про звонки от мамы Алексея. Помните, да? Бездомный молодой человек, 29 лет, который на бетоне там лежит под кустиками. Возят ему теперь и зрители, и одноклассники, и еду, и какие-то медикаменты, одеялки, подушки. Одежду украли, как сказал Алексей, во что лично я абсолютно не верю. Были ваши, я помню, предположения, что где-то спихнет за какую-то дозу. Может быть, так и случилось. Мама. Мама Алексея приехала, как и обещала, и ненадолго. Говорит, пару дней еще здесь побуду, и опять она уезжает. Очень была рада и довольна. Звонила Самвелу. Говорила, что он согласился лечь в больничку. И как только где-то там бегала по семейным врачам и вызвала скорую помощь, вот бригада приехала, а он и отказался. Пошел в отказную и ни в какую. Конечно же, мать расстроена. Ребят, какой не есть, это все-таки ее ребенок. Звонила, спрашивала, зрительница, кстати, Самвел сказал, тоже брала телефон мамы, с ней созванивалась, но, по-моему, ничего не помогло. Вот такие неутешительные новости. С мест, не таких отдаленных, улица Рабочая, если мне не изменяет память, в городе Днепре. Все очень печально. Уже спустя несколько дней, после того, как Самвел снял первое видео про Алексея, мы с вами все четко понимали, что человека очень сложно вытащить откуда-то из такой глубокой ямы, если он сам этого не хочет. А я вам хочу сказать, ребят, он не может хотеть или не хотеть. Правильно, все вы писали, и Самвел в том же числе озвучил эту проблему. Человек не понимает, человеку нужен, наверное, психиатр, нужны врачи, и если они таковые найдутся. Я так поняла, мама тоже умоет руки и укатит. Никто им заниматься не будет, там одноклассники немножко подсуетились. Но проблема очень обширная, глубокая, не все так просто и легко. А путь его предначертан. Если сейчас ничего не получится у матери, то жалко парня, одним словом. Ребятки, были много вопросов по поводу того, что Самвел перезалил видео «Моя правда». Все видели, я не делала обзор, не могу. Я тот человек, который очень сентиментален. Я не могу. Я много раз видела это его видео. Я понимаю, что там написан сценарий, что работали люди скрупулезно, дотошно. Как говорит Самвел, по 6 часов у каждого героя брали интервью. Интервью, Ирина, мама, Самвел. Очки, вот вы хвалите, они такие неудобные, тяжелые, давят на переносицу. Я постоянно их поправляю, за что прошу вас прощения, ребят. Понятно, что все по сценарию. И тем не менее, ты смотришь, это правда. Упрекали Самвела, зачем ты выставляешь. Ты же говорил, что там все неправда. Мамка, помните, оправдывалась. Это все придумали. Это все сказочки-сказочки. Ничего там правды нет. А вот сейчас Самвел говорит открытым текстом. Там все правда. Что неправда? Все взято из жизни. Никто ничего не придумал. Другое дело, да, что выстраивалась какая-то сюжетная линия. Он приводил примеры. И нужно было им по сценарию как-то красиво это все обыграть. Но все факты из жизни, все ситуации из жизни, которые были озвучены, про Самвела, про его родственников, главное, про маму. Ну, это все правда, ребят. Никто эти сказки не писал и не сочинял. Наша жизнь, она непредсказуема. Она нам такое может написать. Ни в какой сказке не описать, ни на коне обскакать. Знаете сами. Уверена, зрители все возрастные люди, все опытные. Думаю, у каждого из вас все было непросто в жизни. И тем не менее, ребят, поговорили еще и про Эдика. Говорил Самвел, что отговаривал Эдика как мог. Разговаривал с ним по телефону не единожды. И убеждали его, скорее всего, я так поняла, и Ирина тоже, сестра, не делать этой покупки. Потому что дом не стоит выеденного яйца. Он не хороший, если вот так коротко, по-простому сказать. Ничего хорошего, стоящего, качественного в том доме нет. Это недострой. Как уже зрители обозвали его полторашка. Очень даже правильное название. Два этажа. Вряд ли назовешь полтора этажа. Вот она и есть полторашка. Первый этаж задействован не будет. Для чего эти кладовки? Никому не нужны, столько помещений. За что уплачены деньги, тогда хочется спросить. И да, мы увидели все, когда Эдик продемонстрировал эти новые коттеджики. Вот эти вот новенькие, как пряничные домики. Очень красивые. Мне тоже, кстати, понравились эти новостроения. Обязательно двухэтажные, одноэтажечки. Новый. Заходи и живи. Отделочку, возможно, нужно какую-то чистовую сделать. Но капитальных каких-то там строений, вложений делать не нужно. И, пожалуйста, новое тебе жилье. Наслаждайся жизнью. Не нужно утруждать жену, которая инвалид. Не нужно девчонок этих бедных тусовать. По два человека в одной комнате, когда во всем доме семь комнат. Дома это затянется на долгие годы. Растянется этот ремонт. Можно было, конечно, сделать все с умом. Но у руля стоит Эдик. А значит, результат предсказуем. Ребята, Самвел сказал то же самое. Ничего такого, знаете, удивительного или впервые произносящего от Самвела я не услышала. Все это говорено, переговорено. И мы с вами обсуждали. Самвел лишь подтвердил нашу правоту. Речь зашла про отца Арша Луиса. Очень был интересный разговор. И Самвел сказал, что если бы я жил там, конечно бы я отцу купил квартирку, пусть небольшую, но забрал его из села, потому что человек пожилой. И, наверное, бы настроил отца специально. Это очень тяжело. Вот этот частный домик, огороды, ухаживать становится сложнее. Все-таки здоровья тоже нет. Но мамка злится. Мамка злится. Спрашивают зрители, почему она так радуется сейчас, что Эдик переехал в Ставропольский край. Из-за чего радость такая Самвел? Ой, ребят, честно отвечает, не виляет, не юлит, не придумывает. Говорит, мама, а в ней такой ей есть рада только потому, что оторвала сына от отца. Все-таки ее гложила сильно. Она была недовольна, злилась, что Самвел с Валерчиком часто навещают отца, собираются, проведывают. Вот эти вот компании шашлыки остаются там с ночевкой, внучки, да, все там с дедушкой. Ее это очень слишком задевало. И сейчас мамка на седьмом небе. И пофиг мамке, какой там дом, и сколько там работы, и что свалилось на голову ее детям. И как там будет себя чувствовать эта бедная гульнас? Кстати, все заметили, как она спускалась в этот подвал. Я себе с трудом представляю. У Эдика на канале я посмотрела это видео. Консервацию они там перебирали, складывали. Все это сыпется, говорит, на голову, на эти банки. А вот эти, Эди, говорит, баночки отставляет в сторону, с ржавыми крышками нужно выбросить. Тогда выброшу, говорит гульнас. Хочется спросить, это что за банки с ржавыми крышками? Классный дядя Миша, который оставил. Я не думаю, что гульнас бы привозила сюда, зачем, паковали банки, свою консервацию с ржавыми крышками, чтобы здесь уже выбросить. Это, скорее всего, подарочек, такое эхо, да, аукнулось сейчас от дяди Миши, чтобы, не дай бог, не отравиться. Зачем покупать надо было? Зачем тратить деньги? Мамка, не забудьте Эдечку тоже лохом назвать, потому что вы очень часто и густо. Это делаете в отношении Самвела, вообще не стесняясь, не гнушаясь, применяете к нему разные эпитеты. Вот не забудьте, мы вам, зрители ваши, все подсказываем, назовите своего старшенького тоже лохом. Как он лоханулся с этим домиком, ребят? Так вот, по поводу отца. Говорит Самвел, что, конечно, это будет матери удар под дыр. Если вдруг Эдик вздумает, Аршалуйся, после ремонта, конечно же, соответственно, перевести к себе, забрать отца к себе. А может быть, такие планы и есть. И никто не рассказывает и не делится с мамой по ясной причине. Зачем ее заранее сейчас, да, будоражить, нервировать, чтобы она переживала, не спала ночей. И Самвел говорит, ой-ой-ой-ой, что это будет? Пока молчок, рот на замок, даже цену на дом не озвучивает Эдик. Возможно, ребят, вы меня тоже спрашивали, Анжела, как ты думаешь, может Аршалуйся переехать? Откуда я могу знать? Ну, конечно же, такое может быть. Если Аршалуй захочет, проявит свое желание и скажет Эдику, вот Эдик, у тебя много комнат, я, наверное, перееду. Все-таки родственники все здесь, да? Одной крови, братья, племянники, сколько, целая диаспора, община. Почему нет? Может быть, что он в том глухом селе забыл. Одиночество страшное. Ну, Валера приедет там, ну, не знаю, раз в две недели, в три недели. Может, раз в месяц он приезжает, мы же этого не знаем. Старик одинок. Годы, ребята, берут свое. Через 3-5 лет он не помолодеет. Нужна будет, конечно же, помощь. А между своих, сами понимаете, будет как рыба в воде. Поэтому не исключено, что Аршалойс может переехать к Эдику. И уж мамку точно не послушают. Однозначно. И вот это, говорит Самвел, будет очень большим ударом для мамы. Но слышу и от Самвела. Он говорит, что да, нужно отца куда-то перевозить, потому что, я тоже правильно понимаю, мать под крылом, здесь у Самвела, живет на всем готовом, но сама, как озвучивает Самвел, я сейчас цитирую Самвела, ребята, но сама считает, что отец не достоин такой сытой жизни. Ему нельзя, не дай бог, ни-ни. Вот она только королевична, должна пользоваться всеми благами, да. Все для нее она заслужила. Опять же, очень много вопросов по этому поводу, а отец нет. Ребят, если хотите узнать мое мнение, скажу коротко так. Старость. В старости счеты не нужно ни с кем сводить. С этих людей, которые прожили уже свою жизнь, да, да, натворили делов, совершили очень много ошибок, но с кем там уже сводить счеты? Может быть, они и сами не рады, что так получилось в жизни. Но жизнь под занавес, как я говорю, все уже. После боя кулаками не мажут. И мне кажется, дети должны быть добрее и мягче к своим родителям. Прощать какие-то ошибки, не тянуть в памяти, вот это помню, вот это вот помню, а ты мне то сделала, а ты такой-сякой отец то сделал, а вот так, да, да, это все было. Это больно, это обидно, все понятно, и я даже не спорю. Но мне кажется, если взрослые дети, цельностные личности, по-настоящему взрослые, адекватные, вот действительно, знаете, взрослый, адекватный человек, взрослый человек не будет считаться со своим отцом или матерью и вспоминать, где ты накосячил. Старикам сейчас нужна забота, какая-то таблеточка, вовремя поданная, да, стакан воды, тарелка горячего супа. И чтобы рядом кто-то присутствовал, какая-то живая душа. Потому что я прекрасно понимаю, что такое жить в одиночестве, четыре стены, и старик, который вот как тетя Маруся в селе, вы все видели, невероятно жаль эту бабушку. Это же ужас ужасный, как можно вот так вот в одиночестве одной доживать и двор, и дом, и даже какое-то хозяйство. Ну, невероятно ее жаль. Хотелось бы видеть рядом каких-то детей, внуков, чтобы кто-то заботился о таких людях. Я сейчас говорю и про Васильевну, слава Богу, которой очень крупно повезло. Да, Васильевна? Вы, надеюсь, это осознаете, как вам в жизни повезло. Не гнушайтесь сказать лишний раз спасибо, сынок. Не забывайте об этом. Вот точно так же и Аршалуйс, вот точно так же и другие пожилые взрослые люди. Такое мое мнение, должны жить недалеко где-то от детей и внуков. Пусть не в одном доме, но где-то рядышком, недалеко, чтобы в любой момент, когда им понадобится помощь, мы могли с вами прибежать, подъехать и помочь. Так я думаю. А вы свои, конечно же, мнения напишите у меня в комментариях. Ребят, поставила точку, обзор закончила. Всем пока, до скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok